теперь непосредственно что же это за диета о которой я сегодня вам рассказываю вам нужно употреблять пищу каждые три часа утром вот я когда встаю я сразу выпиваю стакан чистой воды без добавления лимонного даже сока без ну вы можете добавить лимонный сок но я ничего не добавляю просто выпиваю стакан воды и потом через 30 40 или 45 минут мой первый прием пищи за эти 30 или 40 минут я занимаюсь гимнастикой и потом первый прием пищи это кофе просто чашечка кофе никакого молока никакого сахара если вы совершенно не можете без сахара то можно конечно добавить чайную ложечку меда или сахара следующий прием пищи через три часа это вкрутое отварное яйцо и три сухих черносливины чернослив нужно употреблять в течение дня исключая первый прием пищи и последний прием пищи потому что вы не употребляете никаких жиров вы не употребляете достаточно клетчатки для того чтобы иметь ну каждодневный стул хотя бы через день когда вы на этой диете поэтому сухофрукты а именно чернослив будут будут вам помогать вот в этом процессе почему вкрутое отварное яйцо да потому что когда желток находится в жидком состоянии то там находится очень много жира когда он вкрутую когда яйцо вкрутую отварено то жира остается меньше в этом желтке следующий прием пищи через три часа это так называемый обед за обедом я согласно этой восточной диеты съедаю 200 грамм отварных овощей никаких либо какие вы там любите которые будут ублажать так будем говорить ваши вкусовые качества а вот только капуста ну капуста может любая например какой вы любите это может быть и цветная капуста и белокочанная и брюссельская капуста или например брокколи и 100 грамм нежирного мяса отварного или нежирной рыбы и опять же три или четыре черносливины сухих черносливины следующие три часа через следующие три часа это 30 грамм нежирного сыра и чернослив и последний прием пищи через три часа это один стакан нежирного кефира и все больше ничего для для того чтобы не ощущать такое острое чувство голода перед тем как до того как вы уже идете спать можно добавить разбавить этот нежирный кефир минеральной водой потому что потом этот напиток будет вам казаться более таким полноценным насыщенным вкусным и не будет особой не будет такого особого чувства голода ну вот и все что я хотела рассказать о этой диете еще раз я не рекомендую ее я не настаиваю я рассказываю о своем опыте я иногда прибегаю к вот этой восточной диеты диете в течение моей жизни и я считаю что она мне приносит пользу потому что вот этот раз когда я набрала несколько лишних килограммов и у меня стала побалить как побаливать колено я решила что так это уже сигнал к тому что у меня имеется лишний вес и не просто лишний вес тот лишний вес от которого нужно освобождаться и я себя подготовила морально к этой диете и я очень благополучно из нее вышла я очень рада что опять я совершила какой-то маленький но героический поступок и считаю что иногда на здоровый будем говорить диеты садиться можно и даже нужно но опять же нужно посоветоваться со специалистом хочу сказать что после этой диеты я себя чувствую просто великолепно у меня опять прилив энергии и прошли прошла боль в моем колене и я считаю что диета диетой вы чувствуете что вы набрали один килограмм или два килограмма лишнего веса то нужно срочно предпринимать меры не посредством диета что диета это уже последняя когда вам это как emergency как скорая помощь поэтому не доводить до вызова этой скорой помощи а просто уменьшать калорийность своей пищи и это будет не так сложно избавиться от одного двух килограммов веса это в принципе не так сложно нужно просто тщательно смотреть что мы употребляем но вот на сегодня и все если у вас есть какие-то вопросы я с удовольствием отвечу на них потому что может быть я не все осветила не все рассказала не все упомянула в этом видео я с удовольствием еще раз говорю отвечу на все ваши вопросы и последнее заключительное предложение я не рекомендую эту диету я рассказываю о своем опыте своей диеты который я придерживаюсь не одно десятилетие а на сегодня всем пока до новых встреч до свидания